Привет, еще это Satisfactory, и я пытаюсь... Ой-ой-ой-ой-ой, как он близко ко мне подплыл, я пытаюсь выжить здесь, среди кабанов, в море, в озере, не знаю, что это такое. Так, ну, вроде бы как, я их туда затащил, кстати, это же мой момент, это мой шанс, нет, бензопила, уберись, это где? Штопанные ты носки, вот, вот так вот, вот, идите сюда, пупсики. А, я не могу использовать электрошок в воде, что логично, если я начну долбить воду электрошоком, то вся вода станет электрической. И долбанет, правильно же? Да тут так не работает, физика здесь не писана. Вон там, видишь, звезды падают, там слизень, и там слизень вон вижу. Нифига себе глазастик я. Так, ну что, ребят, давайте подбирайте скорее сюда, я вас просто кокну, заберу ваше мясо и пойду уголь добывать. Напоминаю, что мы нашли уголь здесь, в этих краях, и есть куча мыслей, а именно комментарий, которые мне подсказали, как лучше быть. Получай, убежал, на тебе. Ага, красавчики. Ушли в дальнее плавание. Ну все, надеюсь, они не вернутся. По крайней мере, я на это рассчитываю. Больше здесь кабанов не должно быть. Короче, какой план? Мне посоветовали не конвейер строить, а просто поставить здесь угольный генератор, потом органайзер, не знаю, органайзер мне нужен. А, нет, поставить здесь угольный генератор, смотри, короче, ставим здесь бур, угольный генератор, и от него ведем просто кабель, и все, до своего предприятия, и как бы не надо париться, и это дешевле должно быть. В общем, давай попробуем. Значит, уголь у нас здесь, надо поставить бур. Бур, бур. А, слушай, я, по-моему, бур-то не взял, это сейчас будет. А, нет, все, у меня есть. О, а нет, бура нет. Это фиасочка. Я тащил сюда кучу материала, но забыл взять бур. Да. Подожди, а я же могу поставить, сейчас подожди, верстак, и на верстаке сделать бур. Что там для бура-то надо? Пожалуйста, пожалуйста, бур, где ты? А, знаешь, что еще у меня нет? У меня нет кабелей. Так что мне придется делать кабель. Хорошо, что я взял с собой кучу проволоки. Верстак мне тут по-любому понадобится, но также мне понадобится еще, походу, мастерская. Благо, у меня все материалы с собой есть. Какой же я молодец, какой же я предусмотрительный, пока себя не похвалишь, никто не похвалишь. Да! На буру у меня хватает. Отлично, просто. Вот, кстати, красящий пистолет. Тут наяпилает, я знаю, парашют. Фиг с ним. Мне сейчас нужно, блин, как темно. Фонари нужны, благо на верстаке. А, кстати, откуда верстак питает и берет свет, а? Скажите мне, пожалуйста. Откуда ты свет берешь? Ну-ка колись. Где халявные электричества? Халявный свет. Блин, как так выходит-то, а? Ладно, бур ставим. В какую сторону его поставить? Да, вот сюда, наверное, неважно. Мы же не от бура будем. Так. Хм. А как правильно сделать так, чтобы у меня бур питался от генератора? Вначале нужно запустить электрогенератор. Правильно же? Подключить его к буру. И получится бесконечная добыча. Бур будет работать от электрогенератора. Все понятно. Электрогенератор давай поставим здесь где-нибудь. Вот так вот. Черт. А как я так опрофанился и не взял с собой кабели? А? 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 Как это так вышло? Ладно, сейчас сделаем кабель. Это не проблема. Все. 97. 97. Надеюсь, что метров. Кабель. И теперь я могу построить здесь. Здесь. Надо его, наверное, развернуть. А, подожди, подожди. Мне же еще сказали, для чего вода-то нужна. Для чего нужна вот эта вот штука? Где она здесь? Экстрактор воды. Оказывается, теперь для угольного электрогенератора нужна вода. И хорошо, что тут рядышком она есть. Ладно, ставим вот так. Вот он, мощнейший. Мощнейший. Огроменный. Электрогенератор. Угольный. Уберись, пожалуйста, бензопила. Что ты мне тут постоянно? Да уберись, говорю. Вот. Темно, правда. Какое небо красивое. Давненько я не смотрел на небо. Вот, смотри, появилась вода. Объем содержимого 50 кубических метров. Нишиша себе. Добавить топливо. У меня есть. У меня есть. Ага, такое топливо не прокатит. А можно просто покопать ручками топлива? Ну, в смысле, уголь и закинуть. Здесь же где-то еще была угольная штука. Эу. Уголь. Где-то здесь был. Вот. Вот он. Уголь. Можно я здесь просто покопаюсь? Давай. Я, кстати, слышу кабанов, блин. Кабаны. Нет, 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 нет. Где-то они здесь. Вот, бежит. На тебе, на, на. Два. Это те, что ли, которые выплыли из дальнего плавания? Сейчас боевочка будет. Давай, в ручку, в ручку. Есть. Перевернулся вверх дном. А где твое мясцо? Покажи, где твое мясцо. Мясцо, где твое? Он, он зажал свое мясцо. А, вот. Все. Это панцирь даже, не мясо. Так, продолжаем добычу угля. Ну, короче, я думаю, что для запуска хватит. Более чем. Сейчас я подключу кабель сюда. Подключил? Да, вон он, кабель сверху идет. Ага. Красава. Значит, запихиваем сюда уголь. Уголь. Но питания нет. Но питания нет, потому что надо боды. А еще, блин, как я криво поставил-то его, а. Придется еще раз вернуть. Сейчас его разберем. Вот так, получше. Ставим конвейер прямо сюда. Вот. И, конечно же, проводочку еще разок. И воду теперь надо прокинуть. Ну что ж, а я вот не знаю, если честно, хватит ли мне построить еще экстрактор воды. Нужна медь, а именно листы медные. Давай попробуем их сделать. Медная проволока у меня есть. Медные листы. Чтобы их сделать, нужен медный слиток. А здесь есть поблизости медь? А как мне медный слиток сделать? Ну, вручную, в принципе, вручную. Мне совсем чуть-чуть нужно меди. Я же не буду бежать обратно. Два километра пешочком. Хотя у меня тачка есть. Блин, да ладно, здесь нет вокруг меди. Сколько? 400 километров, но это вниз спускаться. 800 метров. Ладно, километр пешочком пробегусь, посмотрю, что здесь. Да как? Может и ягоды найду? Ягоды пожру. Надо было, кстати, биотопливо сделать, блин. О, какая поляночка. Кабанчики. Тут для вас поляночка отличненькая. Я правильно же бегу? Я, кстати, слышу, что тут кто-то ходит. О-о-о. Нет, я пойду в другую сторону. Нет, спасибо. Не хочу ни с кем драться. Очкова у меня тут. Очкова, капец. Нет, только не говорите мне, что спускаться. Все-таки надо. Ну почему наверху-то нет нифига? О, смотри, что нашел. Ягоды. Ну, наконец-то. Поле ягоды. Побольше бы их тут собирать. А у меня, кстати... Нет, он не ищет. А-а-а. Я не взял с собой сканер, который ручной. Он бы искал мне ягоды. Черт, ну ладно. Ну, есть предложение, конечно, все-таки на парашюте спуститься до моих рудников медных. И потом вернуться сюда. Других вариантов нет вообще. Давай, короче, спускаться, что. Опа-на. Красота. Летим на парашюте мы туда. Ну нет, конечно, парашют очень быстро спускается. Это тебе не джетпак. Так, еще разок, пожалуйста. Ближайшие 215 метров. Окей. Надеюсь, эти источники не обожгут меня. Вроде можно как тут бегать. Медная, медная руда. Надеюсь, мне больше ничего не понадобится. Еще раз не спуститься. О, слизень. Пойду до слизни дойду. Вон медная руда, вижу. Ну и, конечно же, его охраняют мухи. Но как же без мух-то? Вон, пошли прочь. Жавольные мухи. Говномухи. Где? Как они меня напрягают, когда с попца заходят, а? Давай, иди сюда. Один на дым. Я тебя еще обыстыгну. Так. По красоте. Еще одна птычка. Где? Выкусила. Будете знать, как лезть на двуногого человека. Слизняк, иди ко мне в корма. Ну, я думаю, что самый простой метод. Метод. Сейчас. Чтобы потом не искать долгого пути подъема сюда, это сделать. Вот так. Погнали. Йо-хо, горочка. Не русская. Не такая крутая. Но ладно. Что? Что вы хотите от меня? Мухи-тикатухи. Обещай брюхи. Как я быстренько сниму. О, кстати, у меня здоровья уже нет. Поле ягоды не буду. Давай грибы пожрем. Грибочки восстанавливают. Много хп. Вот хорошо. Так. Вот это-то я не забрал. Как-то так. Медь. Добываем побольше ее. Фак. Ты видишь, что я добываю? Написано же. Железная руда. Идиоту. Так, о, черт, я железную руду добавлю. Так, меди. Медная руда. Где поближе? Я надолбил сюда. Трискоголь. 145. А, так она тут поблизости. Медная руда. Подожди, вон та, что ли? Наверху? Так, бежим, бежим, бежим. 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 Вон там. Вот здесь. Вон там. Во. Ну, слава богу, она тут поблизости. Фух. Ничего страшного. Снова тут мухи. Защищающий медную руду. Так, готово. Меня никто не ударит. А нет, все-таки куснули. Куснули мухи эти. Все так и лезут. Какахом. Ну, я-то, типа, не какаха. Я-то все-таки сладенький. Ладно, добываем. Добываем медную руду. Помнишь, когда мы были с тобой вон там, вон наверху, где был желтый слезняк? Мы смотрели вот на этот выступ и видели тут тоже слезняка. Сейчас хочу здесь хорошенечко пробежаться. И посмотреть. Я здесь мух уже две пачки выстегнул. Тут еще две пачки осталось. Слезняк где-то здесь был. Где-то... А, вон он, вон он, вон он. Бежим, бежим, бежим. Надо, чтобы мухи не проснулись. Но они проснутся. Эти негодяи, эти падлы, они просыпаются. Так, так, так. На тебе, брюхо. Да что такое, кривую косю. Косю кривую получай. И ты тоже получай. Дерзко просто с ними разобрался. Вот отлично. Так. Надо теперь осторожненько тебя схватить. Он у нас в кармане. Все, три слизняка. Наши мечты сбились. Теперь можно отсюда. И вон туда построить длинный мост. Можно. Было бы, но нет. Это слишком дорого. Пойдем по стариночке. Как в прошлый раз, поднимемся вон там вот. Чуть не упал. К тому же, тема-то это уже проверенная. Тут все просто элементарно. А, кстати, можно вот так вот сделать. Хоп. Тут все просто элементарно. Лезем, пока не остановимся. Парашют у меня всего один, кстати. Если я профанюсь, то это будет фиасочка. Крупная фиасочка. Оп. Ну все. Мы вот под кольцом. Где был этот желтый слизень. Желеобразный. Желтый. Противники. Да не, он миленький. На самом деле это слизняк. А тут начинаем строительство. Потому что дальше уже никак. Тут я допрыгну, думаю. Вот так вот. Опа-на. Чуть не упал. Это было близенько. Так, можно тут еще один поставить? Пожалуйста. Ага. Вот мне сюда. А это разбираем. Все. Мы на месте. Где был авгон. Вот тут бур. Генератор. Отлично. Сейчас мастерим быстро эти медные листы. И ставим экстрактор воды. Значит, вначале надо медные слизки замутить. Давай, колбасим. Все. Есть возможность сделать 20 медных листов. Мне, по-моему, ровно такое количество и нужно было. Давай посмотрим. Смотрим. Да, 20-очка. 20-очка. Хорошо, что у меня ротор еще с собой, а. Это ж вообще. Если бы я без роторов сюда пришел, я бы вздох. Чтобы точно назад бежать. Так. Ну все. Надо место все-таки освободить. Я предлагаю разложить свой крутой мобиль. Вот этот вот. Кстати, по нему, говорят, можно бить. Но не совсем. Там есть где-то кнопочка. Где-то кнопочка. Где-то вот, смотри, кузов есть. Я могу сюда. А, вот. Взять мототележку. Точно. Понятно. Но пока не буду брать. Мне нужно место в инвентаре. А дело здесь и ящики, и органайзеры. И что-то как-то не хочется. Все, значит. Медные листы, пожалуй. А. Да. Медные листы, пожалуйста, мне. Ес. 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 Но, эти медные листы мне еще понадобятся на трубы. Поэтому хочу, чтобы я меди добыл прилично. Надеюсь, мне этого хватит. А это что такое? Вот это что такое? Сер. Тут еще и рядом серый. Значит. Втыкаем здесь вот эту вот штуковину. Она исключительно здесь, да? Втыкается. Ну, хорошо. Громадная такая. Рядышком прям поставим. Максимально рядышком. О, полетели запчасти туда. Йоха. Вот это у нее тут турбина. Ну, я, кстати, понимаю, зачем нужна вода, чтобы остывать. Точнее, охлаждать наш генератор. Он будет очень сильно греться. Ты посмотри, какие тут трубы. Какая печка. Она явно будет нагреваться. Так, значит. Теперь мне нужно сделать трубы. Подводочку. А, подожди. Подожди. Блин, вообще. Как это? Как это все сделать-то грамотно? Ммм. Короче, чтобы запустить экстрактор воды, его тоже нужно подпитать. Подпитать. Давай, значит, здесь поставим эту штуку. В общем, мне нужно как-то запустить подачу воды на каком-то непонятном воздушном топливе. И потом это все должно самостоятельно работать. Ну, в смысле, от этого генератора все будет питаться. Как же это сделать? Ну ладно, вначале надо подключить это все дело. Давай посмотрим, что там для труп нужно. Где эти трупы? Логистика. Опора. Ага. Но мне нужна просто труба. Труба. Значит, один кусок трубы это один медный лист. Ясно. Пойдем дальше калашмарить. Кузнецовские свои дела. Не знаю, с каких это пор я заделался в кузне и еще и в сантехнику по канализации. Вообще не представляю. Сколько профессий я совмещаю, да? И строитель, и инженер, и сантехник, и электрик. Ух! На все руки мастер. А я тем временем уже доделал последние медные листы. Двадцаточки, думаю, хватит. А если не хватит, буду еще калашмарить. Что поделать-то? Двадцатка есть. Давайте присмотреть. Хватит ли мне этого, чтобы протянуть трубы. Трубы горят. А трубы горят. Так, четыре. Ой, должно хватить. Прямо во щепе должно хватить. Десяточка, двадцаточка. А все, трубы кончились, да, походу у меня? А нет. Еще можно, 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 можно. Вот сюда как-то можно так вот грамотно поставить. Так, смотри, что мы сделаем. Строим. А это разбираем. Давай, погнали. Здесь труба и повыше ее. О, о, да, вот так вот. Вот так вот. Она здесь идет. Не-не-не, куда-то далеко так. Куда ты так далеко? И вот конвейер там должен проходить. Все ему огонь. Просто по красоте все сделали. И теперь трубу вон там. И соединяем вот здесь. Да. Труба у нас есть. И это очень хорошо. Теперь конвейер надо. Вот, цепить. Черт! Ну, в смысле? Это нелогично. Здесь у меня должно быть все четенькое. Вот мы его тут разворачиваем. И здесь подсоединяем. Во! Вот это другое дело. Все четко. Я же гений инженерной мысли. Так. Пойдем посмотрим, что нужно, чтобы тебя запустить. Ну, что нужно? Электричество, в принципе. Скорость потока, максимальная скорость. Угу. Нет питания. Понятно. Как нам воды-то добыть? Предлагаю все-таки построить здесь мини-сжигатель. И от него запуститься уже как-нибудь. Давай попробуем. Ставлю его здесь. Стопай-топай. Вот. Подключаем его к этой сети. И у меня тут есть парочку вот таких вот штук. Надеюсь, вода запустилась. Все запустилось. Вот это у нас ничего не должно работать, по идее, потому что не подключено. Ага. Сейчас вода накачается сюда. Она должна качаться. Турбина, ну что ты там? Производишь воду-то? О, как. О, как. Что все? А, ну тут все переработалось. Так, так, так. Вот это что у нас? Печатная плата. Ну давай. Вот это сюда затолкаем еще. Накачайте нам побольше воды, чтобы запустилось как-то это все. Объем содержимого строения. Пойдем посмотрим, там что-нибудь накачалось, нет? Ну-ка. Вообще нифига. Пойдем, короче, собирать траву. Вот это что такое? Что это за какуха? Фигня какая-то. Пойдем собирать ветки, траву. И будем сейчас биомассу делать, а потом из биомассы биотоплива. Смотри, короче, из инопланетных панцирей можно тоже биомассу сделать и в огромном количестве. 13 панцирей дадут 1300 биомассы. Это вообще огонь. Так, значит, с местами все так же трагично и печально. Ротор сюда воткнем. Вместо освободим. Что по топливу? Есть вода. О, наконец, смотри, заполняется, заполняется резервуар. И уголь добывается. А, нет, он сжигается. Он сжигается и нужно запускать уголь, 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 чтобы добывался. Так, пожалуйста, давай, бури, 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 бури. Я все запустил, все. Пошла водичка, пошла жаришечка. Пошла жаришечка. Тут у нас все сейчас закончится. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Но у нас работает теперь уже вот этот генератор. Так, погоди, а он либо от воды, либо от угля, наверное, работает же, да? Я что-то тупанул, походу. Давай-ка мы приостановим пока добычу. Стой, 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 подожди. Приостановим пока добычу и посмотрим, будет ли он только от воды работать. Потому что возможно, а можно почитать вообще. А, нет, тут написано, сжигает уголь, кипятит воду, полученный пар вращает турбины, которые вырабатывают электроэнергию. Но я все равно проверю, сейчас уголь отсюда вытащу и посмотрим. Так, здесь еще конвейер закидывает уголь. Все, уголь кончается, нет питания. И да, он остановился, он остановился. Все понятно, возвращаем уголь. Вот так вот. А здесь конвейер тогда включаем. Ну, отлично. Тогда у нас все работает. Чтобы вот эта штука производила больше электроэнергии, сейчас она производит 75 мегаватт. Нам нужно сделать сюда модули. Модулюшечки. Вот эти вот. Делаем три штуки и сразу заряжаем в нашу электромахину. Вот так вот, сюда, сюда и сюда. И теперь наш завод производит 187 мегаватт. Это очень огромное количество. Это больше, чем у меня сейчас там производится. На моем заводе. Так, значит, вот эту бандольную можно разобрать. И вот это тоже, в принципе, можно тут разобрать. Хотя, пускай верстак и мастерская здесь останется, будет моя мини-база. Мало ли, когда-нибудь пригодится. А вот эту штуку заберем. Давай попробуем ее сложить отсюда. О как! И все. Все быстренько. Хочу еще побегать здесь по полянкам, ягодки пособирать и возвращаться домой. О, смотри. Левитирующий гриб. Экзотика. Смотри, какие огромные яйца. Это яйца или камни? Яйца в профиль или камни? Ну, похоже, капец на яйца. Ну, что ж. Ягодки я набрал. Сколько в итоге у меня получилось? 8 ягод. Что неплохо. Теперь начинаем прокладку. Нашей электросети. Как это грамотно сделать? Я пока еще не допедрил. А еще надо нам сделать, знаешь что? Кабеля. И как можно больше. Желательно все 250. Будем протягивать нашу... О, ягоды. Нашу электролинию через горы. Так как мы сюда пришли, так и будем тут и делать. Сейчас ягодки соберу. И продолжим. Так. И теперь начинаем строительство баны. Очень опасно. Но что поделать? Электричество нам все-таки нужно. А еще у меня закончились парашюты. Каким-то невероятным образом. Я даже не представляю, как это вышло. Но что поделать. Спускаемся тихонечко вниз. Так. Не расшибить бы свои ножички и мозги. Потому что они очень ценные для меня. Здесь можно как-то... Как-то аккуратненько. Больно. Так. Поверхность слишком крутая. Где-то надо поставить уже. Вот здесь вот. Давай поставим его. И продолжаем строить вниз. Например, вон туда можно построить? Да, можно. Фух. Здорово. Черт. Черт, 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 черт. Это слишком круто. Круто. Но я... Я выжил. И даже не нанес себе ущерба. Это зашибись. Ну и все. Теперь просто бежим и строим электролинию. Погнали. Теперь все просто. Виднеется наш завод. Виднеется мой дом. О, как там все... Нифига себе, это от солнца так, что ли? Смотри. Прикольно. Лучи света пробиваются сквозь мой завод. И мою вот эту вот штуку, которую я хочу построить. Ну, столб электролинии. Забавно. Ну, наконец-то. У нас теперь есть электроэнергия. В большом количестве. Что если я подключу вон туда? Сейчас электролинию здесь сделаем. Потом мы сделаем вот так вот. Отключаемся. Туда закидываем провод. Хлыбыщ. И там тоже отключаемся. И туда тоже проводок. Так, и какое электропотребление у нас сейчас идет? Если там у нас сто... Что, все остановилось? Только не говорите, что у нас что-то... Нет, все работает. Все работает. Так, пойдем посмотрим, сколько у нас тогда вырабатывали сжигатели здесь. Здесь у нас 50 мегаватт. Здесь 30 мегаватт. О, кстати, модули можно забрать отсюда теперь. Шикарно. Значит, 50 и 30 мегаватт. Это у нас 80 получается. Ага, еще 100 мегаватт у нас в свободном доступе. И это говорит нам о том, что мы можем подключить верхние ассамблеры. Только нужно туда закинуть электролинию. Или вот так вот сюда подсоединиться. А, не, здесь просто можно сделать вот так даже. Смотри. Вот это вот мы отрубаем. И сейчас запитаемся сюда. Да и все. Да и все. И тащим сюда. Поскольку ассамблеры у нас потребляют... Так, все работает, да? По 15 мегаватт один. Это получается... 30... 45 мегаватт. 45 мегаватт и там 80. Еще у нас 60 мегаватт свободных. А если точнее, 62. Так что угольно-водяной электрогенератор вообще купает себя. Тем более, он автоматизирован. Мне можно забыть теперь про подачу топлива в мои сжигатели. Их вообще можно теперь разобрать и все. И не париться о них. А, кстати, вот у меня еще. Сюда же нужно подключиться точно. Вот к этому столбу. Так, надо это отрубить. Вот так вот. Все вроде работает, ничего не отрубается. И это хорошично. И попробуем запустить нашу вот эту штуку и посмотрим, хватит ли электроэнергии, чтобы еще и она работала. Так, сюда мы закинем медную руду. Можно кабели. Биомассу можно сюда закинуть. Хотя нет, давай биомассу мы лучше... А на кой черт мне вот это теперь предприятие, которое биомассу мне производило? А? А-а-а? А? Ладно, бензопилу-то я и сам заправить смогу. Короче, это можно разобрать. Вот это тоже. И это тоже. И потребление электроэнергии у нас еще уменьшилось. Так, вот этот столбик, я думаю, можно вообще убрать. И напрямую вот так вот подключиться и все. И да все. Мама, 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 привет. Привет, как дела? Хочу... О, это что такое? Жесткий диск. А, он проанализировал все. Выберите желаемую награду. И что я хочу делать? Смотри, я могу проволоку делать из железа. Уголь добывать из обычного дерева. Ну, то есть перерабатывать дерево в уголь. Древесный, что логично. Раньше я это не мог делать и сейчас не могу. Либо сырой бетон я смогу получать. А у меня сейчас какой бетон? Не сырой? То есть смотри, если я смешаю известняк с водой, то я получу сырой бетон. Ладно, давай уголь, короче, выберем. Все, уголь. И начинаем исследование. Исследование. Где ягода-то? Ягодка моя, ты где? Вот, ягода, две штуки нужны. А отдельно... Вот. И начать исследовать. Так, так, так. Что нам тут откроется? Нюка, 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 нюка. Показывай. Показывай, что тут. Питательная смесь я получу в награду. А затраты тут какие-то фигни надо построить. Которые я не знаю, как построить. Давай все-таки изучим желтого электрослизни. В смысле не хватает ресурсов? А, кабель надо побольше. Ну ладно, сейчас достанем. Он должен нам открыть новый модуль. А, нет. Теперь фиолетовый энергослизень. Ого-го. Я не знал, что такие существуют. Че, короче, предлагаю заняться собой. А именно, сделать армопистолет. Арматурный. Потом арматурные болты. И открыть еще ячейку для инструментов. Короче, нам нужно сейчас роторов в большом количестве. Потом жестких пластин металлических. Прутья и медная проволока. Так, значит, вот эта тема мне теперь уже не нравится. Очень не нравится. Нужно продлить здесь фундамент и поставить органайзеры. Начинаем строительство для органайзеров. Я думаю, что вот этой части нам вполне будет достаточно. Так, один готов. Вот эту вот штуку надо разе убрать. И сделать вот так. Эту тоже штуку разе убрать. И сделать вот так. Ой. Ой, нет, не так. Подожди. Придется его развернуть в эту сторону. О, теперь огонь. Теперь все должно быть нормас. Блин, я только сейчас вспомнил, что я отрубил же проволоку от органайзера. Ё-моё. У меня теперь только кабели делают. Вот здесь поищу ошмелевая. Короче, надо органайзер делать. Надо сделать органайзер. Вот здесь вот, вот здесь вот. Сейчас заделаем. Вот так вот его ставим. И туда конвейер. А вот она и наша медная проволока. Все, пускай производится. И знаешь, в чем прикол? Прикол весь в том, что органайзера с винтами у меня тоже нет. Я не думал, что они мне еще пригодятся. Что ж. Придется сделать здесь еще один органайзер. И туда подводить болтики. Давай-ка вот сюда. Вот и все. Значит, производство болтов нам нужно ускорить тоже. Почему бы нет? Модули позволяют. Вот так. Можно было бы как-то узнать по столбам, сколько электроэнергии потребляется сейчас, в данный момент. Может это возможно? Давай посмотрим. Нажмите, чтобы настроить. А, можно? О, круто! Круто, ты посмотри. Максималочка у меня 172. Всего у меня производство запитано на 151 мегаватт. А потребляется в данный момент 124, 127, 132. Смотри, она, короче, все плавающее. Ну что? Достало время что-нибудь уже наконец-то изучить. Например, например. Арматурный пистолет. Давай. Давай, начнем исследование. 5 минут будет изучаться. Все готово. Давай, давай, давай. Арматурный пистолет у нас есть. Отлично. Теперь сразу же в болтики. А может быть... Понятно. Чтобы исследовать вот эту ячейку для рук дополнительную, нужно еще немножечко проволоки. Ладно, исследуем тогда вот эту вот. А я пойду за проволокой. А нет, подожди. Посмотреть, что там для арматурного пистолета нужно. Арматурный. Завершилось ли... Уже? В смысле, а что так быстро? Не может быть. Ого. Быстренько ты. Ладно, значит, надо будет сейчас ячейку еще изучить. Так, смотрим, что там нужно. Арматурный пистолет. Ага, винты нужны. Ну, это вообще фигня. А болты арматурные я уже могу сейчас сделать. Ну, давай сделаем несколько. Надеюсь, что этим арматурным пистолетом я смогу мочить всякую животинку вредную, которая будет меня кусать. Сейчас мы это и узнаем. Готово. Сейчас почитаем, во-первых, что это такое вообще. Импровизированное оружие дальнего боя для самообороны. Отлично! Необходима перезарядка после каждого выстрела. Ну, ничего страшного. Значит, втыкаем. Достаем его. О, какой, смотри, красавчик-то, а. Ёшки-матрёшки. Опасная вещица. Нажмите R для перезарядки. А как прицеливаться? Можно прицеливаться ещё? Ладно, пойдём испробуем. На ком только, я ещё не знаю. Где мои здоровяки бессмертные? Я выяснил, что вот эти здоровяки здоровые, которые тут бегут, здоровяки здоровые, они бессмертные. Кстати, парашют бы мне ещё не помешал. Блин, они что, все спать убежали, что ли? Вот когда на... А, во, во, во. Я уж хотел сказать, вот когда надо, так их нету. А когда не надо, их полно. Стреляем, значит. А, перезарядить надо сперва. Вот. Готов. О-о-о. Ну, наверное, это больно. Но поскольку он бессмертен, я не знаю, сколько я ему урона наношу. Но летят они классно. Дружище. Но не психой-то, не психой. А давай-ка попробуем стрельнуть куда-нибудь и посмотреть, как втыкается арматура. Например, сюда. О-о-о. Г-о-о. Ну да, это мощно. Сталь пробивает. Ну что? Я думаю, что на сегодня это всё. Мы с тобой хорошенечко потрудились. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк под этим видео. И подписывайся, чтобы не просить следующих крутых видосов. Ну а на этом всё. Пока. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok